Добрый день! В эфире Акцент. Сегодня у нас в студии представители Якутского гидромедцентра, заместитель начальника Вячеслав Шехеров и начальника Деометео и Агропрогнозов Саргалана Никитина. Республика в ожидании весеннего половодия. Каким ожидается паводок 2019 и какая погода ждет якутян? Обсудим с гостями программы. Здравствуйте, Вячеслав Анатольевич! Расскажите, пожалуйста, будет ли в этом году паводок отличаться от прошлых лет? Каждый паводок индивидуален, точнее весеннее половодие индивидуально, но в этом году у нас, в связи с тем, что у нас наступила как бы ранняя весна, поэтому мы ожидаем вскрытие некоторых рек раньше средних многолетних значений. В пределах Ленского района, когда ледоход зайдет на территорию республики, мы ожидаем вскрытие с 9 по 14 мая. На Лёкминский район и ниже с 14 по 19 мая. Река Калыма, Яна и Дигирка должны вскрыться в третьей декаде мая. В основном уровни ожидаются ниже средних многолетних значений, но они не должны превысить максимум прошлого года. Опасения у нас вызывает пока река Калыма, где очень большая была увлажненность прошлого года, выпало очень много осадков, и поэтому мы ожидаем в этом году уровни, близкие к опасным отметкам и немного превышающие их. Так что возможно угроза затопления, подтопления населенных пунктов Зырянка и города Средний Колымск. Это при условии формирования заторов. Заторы льда также, ну они ожидаются во многих местах, но в основном это по Колыме, это местность слабоя, где как бы ежегодно ледоход останавливается, потому что там русло реки имеет резкий поворот в пределах 90 градусов. Поэтому лед, если не подготовлен к вскрытию, да, то он может там приостановиться и принести при этом неблагоприятные условия, скажем так, подтопления вот населенных пунктов. Сейчас, на сегодняшний день, толщина льда на реках уже уменьшается, идет подмыв нижней границы льда, вот, и как бы природа, она сама сейчас на данный момент регулирует, да, вот, поэтому мы ожидаем вскрытия рек в те сроки, которые мы указали в своем гидрологическом бюллетне. Но уточнение у нас было только по Ленскому району и Алёпинскому району на основании уже уточненных данных, которые нам предоставило Иркутское управление гидрометслужбы. Расскажите, пожалуйста, какие противопаводковые меры приняты в республике? Ну, противопаводковые мероприятия проводит Ленское бассейн обводного управления, они производят зачернение льда, распиловку в тех районах, где, ну, ожидается, вот, заторообразование, да, опасные участки, которые уже, как бы, ну, на протяжении многих лет себя показали, что вот в этих местах часто образовываются заторы, поэтому вот в этих местах и ведется вот эти мероприятия. В каких районах, таким образом, прогнозируется наиболее сложная обстановка? То есть, вы сказали, это Среднеколымск, да? Да, это Среднеколымск и поселок Зырянка. Ну, на реке Амга также, ну, прогнозируются заторы образования, но они опасны, будут непродолжительны, и опасные отметки не должны превысить критических уровней. Также еще вот бассейн на реке Алазея, да, также была осенняя увлажненность довольно достаточно высокой, но мы прогнозируем, что уровни, максимальные уровни весеннего половодия и летних дождевых паводков не превысят максимальный уровень затопления населенного пункта. А когда нам стоит ждать прохождение ледохода в Якутске? В районе Якутска, я думаю, что вскрытие произойдет, ну, где-то в начале 20-х чисел, ну, или около этого. 20-е числа. Хорошо, спасибо. Цирклана Анатольевна, какая погода ждет якутян в майские праздники? Ну, если рассказывать о погоде по республике, сейчас, значит, на выход на наши северо-западные, северные районы республики выйдет серия циклонов, поэтому они обусловят нам в этих районах неустойчивую погоду со снегом, с порывистым ветром и понижением температуры. И наоборот, на западных, юго-западных, центральных районах в теплом секторе окажемся. И до конца этой недели погода будет теплая, сухая. Дневные температуры будут повышаться до плюс 8-13 градусов и юго-западных районов до плюс 11-16 градусов. Вот. В ночь на понедельник ожидается прохождение холодного фронта по западным, центральным районам. И пройдут местами снег с порывистым ветром. И ожидается понижение температуры. 1 мая, да, после прохождения холодного фронта погода без осадков, но температура понижится до нормы. Это дневные температуры плюс 4-6 градусов. Это около нормы на эти дни. И, значит, первые пяти дневка мая, начало мая, будет около нормы. Когда же все-таки в Якутии наступит устойчивое тепло? Весна, можно сказать, в центральных районах уже наступила. Это среднесуточная температура выше нуля градусов. Он у нас осуществился 19 апреля. По республике устойчивое тепло наступит, как положено, в мае месяце, когда у нас среднесуточная температура будет плюс 3-6 градусов. Вячеслав Анатольевич, расскажите, пожалуйста, о распределении снегозапасов на территории республики и как это повлияет на поводок. На 20 апреля текущего года снегозапасы по территории республики находятся ниже нормы и около нормы, по больно большей части территории. Превышают снегозапасы лишь в юго-западных районах и южных районах нашей республики. Вот это Ленский, немного Алёкминский район, ну, соответственно, Алданский и Нерингринский районы. На Колыме снегозапасы небольшие, минимальные, меньше нормы, поэтому, соответственно, в течение всей зимы, хоть там и наблюдались, скажем так, температурные аномалии, да, мы практически всю зиму прожили выше нормы, ну, толщина льда там достаточно высокая, порядка 137 сантиметров, и такая толщина наблюдалась лишь дважды. Это было в 1960 году и в 1969 году, когда река Колыма не была еще зарегулирована, когда еще не было, ну, не стояла колымская газа. Вот, но сейчас, на данный момент, толщина льда с каждым днем, она уменьшается, поэтому весенние процессы так или иначе идут, но на территории республики пока все реки, они находятся в зимнем режиме. Вячеслав Анатольевич, расскажите, пожалуйста, про запланированное гидрометцентром мероприятие, флешмоб, который вы проводите. 26 числа, в 8.30 будет произведен, скажем так, праздничный запуск, выпуск радиозонда, посвященный 185-летию образования гидрометцентром службы. Вот, будет приветственное слово начальника управления. Также придут гости, чтобы высказать свои поздравления, посвященные вот этому мероприятию. Ну и приглашаем вас в гости к нам на наше мероприятие. Подскажите, а этот радиозонд, это, ну, как, рабочий какой-то инструмент, да, для управления, который помогает в работе? Да, это рабочий инструмент, относится к разряду аэрологии. Он поднимается на высоту, ну, по возможности, по максимуму, наверное, порядка 30 километров, показывает данные и температуры воздуха, направления ветра, скорости ветра, атмосферного давления, ну, по высоте, начиная от приземного слоя и выше. Благодарим за интересную беседу. Это был Акцент. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Акцент.